Товарищи, мы выходим снова и снова на эти митинги, на эти шествия. И, конечно, мы должны на них выходить. Мы должны выходить для того, чтобы было больше красных флагов. Мы должны выходить для того, чтобы, в конце концов, именно наша социальная повестка дня прозвучала. Потому что в конечном счете, как уже говорилось, главный вопрос не в том, кто у нас будет называться президентом. Главный вопрос у нас в том, что будет с нашей страной, что будет с нашими заводами, с нашим образованием, с рабочими местами, со здравоохранением, что будет с нашими социальными правами. Это главный вопрос, который стоит сейчас перед страной, потому что на самом деле мы находимся у роковой черты. Потому что сейчас мы уже не можем дольше просто жить за счет проедания советского наследия. Политика, которая проводилась до сих пор, по существу была политикой капиталистического паразитирования. На остатках советского наследия, на остатках советской системы. Это заканчивается потому, что они проели, разворовали, развалили, растащили все за эти 20 с лишним лет. И сейчас нужно не просто что-то остановить, нужно радикально менять в стране приоритеты, принципы, задачи, социальной и экономической политики. Поэтому смена президента сама по себе ничего нам не даст. Речь идет о том, чтобы использовать политический кризис для того, чтобы изменить социальную и экономическую систему. Для того, чтобы поставить вопрос о национализации, отнятых у народа, сырьевых богатств, о бесплатном здравоохранении и образовании, о полной свободе организации профсоюзов и полной свободе рабочего движения. В конце концов, поставить вопрос о социалистической перспективе, о том, чтобы вернуться к лозунгам не просто народовластия, но и власти труда, власти трудящихся. Это наша перспектива. Ради этого мы выходим на улицы. Но просто так выходить на улицы и гулять с ленточками, что с белыми, что с красными, в конце концов, это бесперспективно. Потому что именно на рабочих местах, в университетах, на заводах, на фабриках, в микрорайонах, там мы должны организовываться, там мы должны занимать позиции, там мы должны консолидировать свои силы. И именно там, в конце концов, все будет решено. И надо помнить, сейчас на улицы выходит Москва. Но Россия — это не только Москва. Либеральные лозунги московской оппозиции, в конце концов, отталкивают страну. Именно поэтому, а не только потому, что левые их критикуют, либералы начинают понимать, надо леветь, надо изображать социальную повестку дня. Но они могут ее только имитировать, только изображать, только повторять какие-то самые общие слова в самом демагогическом виде. Мы должны действительно заниматься организацией массового движения. И не только в Москве, но и по всей стране. Все решится в конечном счете не на московских бульварах. Все решится в масштабах России, в масштабах всей страны. И без мощного социального движения, без мощного рабочего движения, без мощных свободных профсоюзов, без мощных левых организаций, действующих по всей стране, объединяющих людей, ведущих борьбу ежедневно, а не только в день общих митингов. Без всего этого мы не победим. Но мы должны победить, потому что речь идет не просто о наших идеологических приоритетах, речь идет о перспективах нашей страны и, в конечном счете, о перспективах всей нашей планеты. Мы должны бороться, и бороться каждый день для того, чтобы победить. Спасибо.